МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Доброго утра, среды! И на телеканале Рика ТВ «Новое утром» мы будем вашими будильниками, очарователя Маши Максимлюк. Несравненный Дмитрий Шиш, наша дружная творческая команда, желает вам хорошего дня и отличного настроения. Просыпайтесь, пробуждайтесь. Контрастный душ, вкусный кофе, завтрак. И, конечно же, признание, не знаю, в любви. Ну, как минимум, теплый добрый. В уважении, тем не менее, да. Легко ли вы вообще просыпаетесь по утрам? Может быть, потому что темно, холодно, зима за окном. Это так. Но специалисты называют еще несколько причин. Главное, очевидно, недостаток сна. Поздно ложимся, плохо засыпаем, потом не можем подняться утром. Причина вторая – переедание. Сон сразу после ужина – большая нагрузка для организма. Чажесть в желудке и тяжелый утренний подъем – стандартные последствия переедания. В-третьих, пересмотрите свой режим дня. Если дела назначены на вечер, не исключены перезагрузки и также перегрузки, и режим сбивается. В итоге мы долго вертимся, считаем овечек, не можем уснуть. Утром же мечтаем поспать хотя бы еще пять минуточек. И вообще перед напряжением стрессы ухудшают качество сна. Мысли в голове живут своей жизнью, заставляя наш мозг напрягаться. В этом случае необходима релаксация перед сном. Отвлекитесь от мыслей, займитесь дыхательной гимнастикой, выпейте травяной чай. А утром, наоборот, нужно подзарядиться витаминами, друзья, и пробудить себе жизненные силы. Поэтому наливайте сок свежий, вкусный, яблочный. Сок от компании «Далафрук». Яблоки из южных садов Туркестана проходят качественную обработку. Из них получают сок прямого отжима и расфасовывают его без консервантов и сахара. Поэтому сок полезен и взрослым, и детям. Выбирайте лучшее качество от казахстанского производства «Далафрук». Вы смотрите «Новое утро». Сегодня среда. Завтрак должен быть полон не только здоровой пищи, но и полезной информации. Например, о том, какие условия для приобретения новой квартиры предоставляет компания «Кейс 7 Групп», наш генеральный партнер. И что дает покупателю сотрудничество «Кейс 7 Групп» и «Отбусы» банком 7 февраля? Началась продажа квартир в следующей очереди жилого комплекса «Алья». Еще шесть корпусов дополняют комфортабельный малоэтажный комплекс, где будет удобно жить в новом городском районе «Баттес-2». Новости о том, как идет строительство, вы прочитаете на странице «Кейс 7 Групп Актьюбе» в Инстаграме. А узнать о программах кредитования и выбрать планировку своей будущей квартиры можно в офисе компании по адресу. Улица Газизы Жубановой, 13, телефон для справок 8-747-207-0404 «Кейс 7 Групп». Вместе мы строим будущее. Музыка 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 У вас красивая кухня. Возможно, вы продумали и мебель, и плитку, и освещение. А вот полотенца такие же красивые подходят под интерьер? Достигнуть совершенства поможет магазин «Туркеви», где вы найдете самый разнообразный ассортимент текстиля для кухни, в ванной или спальни. Приходите для подбора в «Туркеви» товар всевозможных размеров и цветов. Скатерти, полотенца, постельное белье, халаты. Приданное. Рекомендуем следить за скидками в Инстаграме. По секрету, до 60%. До 60%. Подписывайтесь на страницы «Туркеви», и, друзья, вы будете действительно счастливы, когда почувствуете весь этот товар и все это качество у себя в руках. Адрес магазина «Туркеви», проспект Салкибай-Батыра, 24. Вопросы можете задать в WhatsApp. Плюс семь семьсот семьдесят пять, триста тридцать два, тридцать четыре, ноль семь. А пока полистаем календарь и узнаем, кого и с чем поздравить 16 февраля. Семнадцать лет назад вступил в силу киотский протокол. Так называется международный документ, принятый в Киото, Япония в декабре 1997 года, в дополнение к рамочной конвенции ООН об изменении климата. Он обязывал развитые страны и страны с переходной экономикой сократить или стабилизировать выбросы парниковых газов по сравнению с 1990 годом. Срок действия киотского протокола был рассчитан на 2008-2012 годы. И поскольку результат достигнут не был, сейчас договор продлили. Подписавшие киотский протокол страны пришли к договору о необходимости сокращения выбросов в атмосферу двуокиси углерода, метана и других промышленных газов, вызывающих глобальное потепление. Предполагалось, что к 2012 году выбросы снизятся на 5,2% по сравнению с уровнем 1990 года. Между тем, среди ученых нет единого мнения о том, что именно выбросы промышленных газов влияют на изменение климата в мире. Литва сегодня празднует важный государственный праздник – День восстановления Литовского государства. По случаю праздника по всей стране вывешивают государственные флаги. 16 февраля 1918 года на заседании в Вильнюсе Совет Литвы провозгласил восстановление независимого демократического литовского государства, подписав Акт о независимости Литвы. Столицей был назван город Вильнюс. Это событие имело важное значение для жизни страны, которая с 16 века не имела полной самостоятельности, так как сначала входила в состав Речи Посполитой, а с 18 века в состав Российской империи. Поэтому в настоящее время этой дате уделяется внимание на государственном уровне. Исторически курьезное, но по сути трагическое событие произошло 16 февраля 1568 года. Тогда, в середине 16 века, испанская инквизиция вынесла смертный приговор всем жителям Нидерландов. Особый церковный суд католической церкви под названием Инквизиция был создан еще в 13 веке, в 1215 году папой Иннокентием III. С конца 15 века, когда в Европе начинают распространяться идеи связи людей с нечистой силой, инквизиция устраивала многочисленные процессы о ведьмах. Результаты истребительной деятельности испанской инквизиции только в период с 1481 до 1998 года выражаются следующими цифрами. Около 8800 человек было сожжено на кострах. 90 тысяч человек подверглись конфискации имущества и церковным наказаниям. Испанская инквизиция в Нидерланды пришла с целью борьбы с протестантами. В 1523 году в Антверпене на костре сожгли двух первых протестантских мучеников. А в 1568 году инквизиторы вынесли смертный приговор всем жителям Нидерландов. Конечно, в действие такой приговор не привели, но вскоре страна распалась на две части – католическую и протестантскую. 99 лет назад, 16 февраля 1923 года, после долгих поисков, британская экспедиция Говарда Картера нашла в Египте каменный саркофаг фараона Тутанхамона. Гробница Тутанхамона – единственная неразграбленная гробница, дошедшая до ученых почти в первозданном виде. Она была обнаружена в 1922 году двумя англичанами – египтологом Говардом Картером и археологом-любителем лордом Карнарвоном. Она расположена в долине царей, где в 16-11 веках до н.э. были построены гробницы для захоронения фараонов. Долина находится на западном берегу Нила, напротив города Фивы – современный Луксор. Экспедиция под руководством археолога Говарда Картера нашла главное сокровище пирамиды – каменный саркофаг фараона. Когда в феврале саркофаг вскрыли, внутри оказался золотой гроб с его мумией. Саркофаг был золотым и содержал более 100 кг чистого золота, а находящееся там тело фараона было мумифицировано. Комната, где находился саркофаг, была наполнена таким множеством драгоценных предметов, что для их разборки понадобилось целых пять лет. Саркофаг с мумией Тутанхамона оставлен в своей гробнице в долине царей. Все найденные там сокровища ныне хранятся в Каирском музее. 16 февраля в некоторых странах, по большей части на американском континенте, отмечают День свежего ананаса. Ананас – это тропическое растение, о принадлежности которого к той или иной группе до сих пор ведутся исследования. Но никто не может поспорить с тем фактом, что оно содержит в себе большое количество витаминов и полезных веществ. Всему миру ананас стал известен благодаря Колумбу. Именно этот мореплаватель нашел плоды ананаса в Центральной Америке. И хотя родина этого экзотического плода – Парагвай и юг Бразилии – большую часть ананасов сегодня выращивают в Юго-Восточной Азии. День поиска новых запахов 30 ароматов, некоторые из которых – шипр, люриган, люмюге, вееман – вошли в плеяду самых популярных запахов XX века. Всем доброго дня! На календаре 16 февраля. Меньше недели остается до розыгрыша призов среди участников нашего конкурса «Зимние развлечения». На странице «Утро», нижнее подчеркивание «Рика» уже более 80 фотографий, на которых мы видим, как вы отлично проводите свободное время на горках, на катке или просто гуляя и наслаждаясь свежим воздухом и снегом. До 20 февраля у вас есть возможность прислать фотографии в «Дайрект» «Утро», нижнее подчеркивание «Рика» и порадовать всех зрителей вашим хорошим настроением. Розыгрыши акций и предложения – это характерно для торговой сети «Анвар». Практически каждый день покупатели супермаркетов, известнейшие в октябре торговой сети, узнают о скидках на продукты и товары первой необходимости. На этой неделе 15-процентная скидка объявлена на чай «Кенийский черный», макароны «Цесна» и 5-килограммовые пакеты муки той же марки. А также со скидкой можно купить туалетное мыло и кухонные полотенца. «Анвар» заботится об экономии семейного бюджета своих покупателей, а мы помогаем вам разобраться в новинках кинематографа. Какие фильмы ждут вас в кинотеатре «Локомотив»? Узнаем из нашей рубрики «Кинолента». Концертный тур «Мэри Ми» – это событие, которое нельзя пропустить. Через 36 часов суперзвезда Кэт Вальдес и обладатель стримии «Грэмми Бастиан» исполнят свой новый хит «Мэри Ми» и обменяются кольцами в прямом эфире на глазах 20 миллионов зрителей. Увидимся завтра. Я буду в белом платье. Комедийная драма. Так весьма необычно определяют критики жанр фильма «Первый встречный». Участие в фильме Дженнифер Лопес и Уоуна Уилсона уже гарантирует успех этой романтической ленте. Поп-дива Кэт Вальдес и ее жених Бастиан – самая обсуждаемая пара года. Миллионы людей следят за каждым их шагом в прямом эфире. Но за секунду до того, как связать себя узами брака с любимым, на глазах у толпы фанатов Кэт узнает, что он ей изменил. Пока весь ее мир рушится, Кэт встречается взглядом с незнакомцем, простым учителем математики, случайно попавшим на концерт, и принимает самое бездумное решение – выйти замуж за него. Режиссером картины выступила Кэт Койра, работавшая над сериалами «Бестыжие» и «В Филадельфии всегда солнечно». Латиноамериканские ритмы, много музыки и комедийных ситуаций – отличный повод провести романтический вечер со своей половинкой в кинозале «Локомотива». Американский приключенческий фильм «Анчартед» на картах не значится – подарок для всех любителей боевиков. По сюжету Нейтан Дрейк и Виктор Салли Салливан, два искателя приключений, отправляются на поиски величайшего сокровища мира. Кроме того, они надеются найти улики, которые приведут их к давно потерянному брату Нейтана. Любопытный факт – в основе сценария фильма лежит серия консольных игр «Анчартед». Вполне современный подход к сценарию и продвижению сюжета. В ролях среди прочих звезд блистает Антонио Бандерас. «Встречайте молодоженов! Мистера и миссис Саймон Дойл!» «Ты должна познакомиться с Эркулем Паро». «Мои поздравления, мадам». «Мерси». «Он величайший детектив на свете». «Подозреваю, что вы не только ради веселья пригласили меня». Поклонникам детективов Агаты Кристи непременно захочется посмотреть, что сделали с популярным сюжетом авторы фильма «Смерть на Ниле». Фильм стал третьей киноадаптацией романа после фильма 1978 года и одного из эпизодов сериала «Пуаро Агаты Кристи» 2004 года. Сюжет читателям эпопеи про Эркюля Пуаро известен. После раскрытия убийства в Восточном экспрессе, сыщик отправляется в Египет, где прямо на Ниле страсти внутри любовного треугольника привели к убийству, которое будет непременно раскрыто знаменитым бельгийцам. Съемки начались в сентябре 2019 года, проходили в Англии и в Египте и завершились в декабре того же года. Несмотря на скандал с обвинениями в адрес исполнителя одной из главных ролей, армия Хаммера, премьера фильма после нескольких переносов все-таки состоится. Восстановить или отремонтировать автомобиль в случае, если он вас подвел или вдруг вы попали в аварию, могут в компании «Нордглаз Ак Тубе». На их странице в Инстаграме «Автостекло нижнее подчеркивание Нордглаз нижнее подчеркивание Ак Тубе» выставляется много примеров, но только интересных и самых сложных. Самый большой выбор автостекла, в том числе лобовых стекол европейского и российского производства на складе «Нордглаз Ак Тубе». Напоминаем про акцию. При замене европейских лобовых стекол немецкие дворники в подарок. Выбирайте лучших и лучшие. Звоните 7 701 724 00 26 до 9 часов вечера. Сейчас небольшая реклама, после чего обязательно встретимся в новом утре с новым настроением и хорошими новостями. Не переключайтесь, друзья. Время пролетит быстро. Всем доброго утра и хорошего настроения. 15 лет назад на Рико ТВ появилась программа «Энергия удачи». Немногие программы могут похвалиться такой долгой историей. И в этом, несомненно, будем честны, заслуга бесспорно управляющим делами компании «Динара Электромаш», генерального партнера телепрограммы. Дорогие друзья, под ваши бурные аплодисменты Сергея Викторовича Вишняка. Сегодня он гость в нашей студии. Доброе утро! Доброе утро! Доброе! Мы уже соскучились, когда вы появитесь на экране. После «Фабрики звезд» это крайний проект, который мы делали. А потом был проект «Танцы». Участникам «Энергии удачи» за 15 лет вы ни разу не были. По крайней мере, только за кадром работали. С Аленой Алешиной и со мной. За 15 лет мы не становимся моложе. Это вы только все краше и краше. А мы-то, в общем, выходим в тираж. Сергей Викторович, вот 2022 год объявлен годом ребенка. И вы еще 15 лет назад подумали о том, что детей нужно развивать. Причем в форме игры. Так ли это действительно? Ну, о том, что детей нужно развивать еще древние греки, подумали. Или, может быть, даже еще раньше. Потому люди детей рожают и воспитывают. И себе утешение на старости лет. Ну да, мы озаботились чем-нибудь таким, интересным. Ну, что соответствовало духу нашей компании. Собственно, собственно, ментальность, воспитание и все такое. Ну, значит, это дети. Это подрастающее поколение. Игра – это интересно. Вот с Дмитрием разговаривали. Игра будет интересна всегда. Хорошо. А интеллектуальная игра – это еще полезно. Развитие интеллекта – это полезно. А когда в интеллектуальной игре можно заработать деньги или приз при помощи собственного интеллекта, широкого кругозора, это еще и выгодно. Вот и получается, что игра интеллектуальная, с призами, с широким кругом вопросов – это то, что нужно, это то, что будет, наверное, востребовано всегда. И она приносит пользу, решает кругозор в детях. Вот первоначально, я помню, когда мы пришли с Алиной Алешиной, как раз новый торговый дом энергии открылся в городе, все были в восторге, красно-белое здание, начали приезжать люди. И мы пришли абсолютно молодые к вам и к Василию Анатольевичу. И говорим, да вот у нас есть идея. Тогда вопрос ни о деньгах, ни о чем. Вы сразу сказали, ребята, давайте делайте. Тогда у нас была такая игра, где нужно было угадать значки. За каждый значок зритель, который звонил, угадывал, был окей. Значок энергии, я, собственно, и пять. Если попадался вот этот значок энергии, то люди выигрывали огромный комплект либо отверток, либо еще чего-нибудь, что представлено было в энергии. Вот это я помню хорошо. Ну, вы прекрасно знаете, Дима, и по нашему желанию, и по вашей фантазии концепция передачи менялась всегда. Она иногда напоминала, да, мы угадывались, как угадай мелодию, иногда как что, где, когда, иногда как своя игра, иногда как умники и умницы. В общем, все, что-то напоминало, но у вас всегда было свое. Это как-то было трансформировано. Нас это всегда устраивало, а у детей не пропадал интерес. И то по возрастам, да, предлагалось играть. Более старшего, более младшего. Вы же прекрасно помните период подготовки к ЕНТ, все вопросы были из ЕНТ, чтобы и соответствующие классы приходили. независимости из вопроса истории Казахстана. Юбилей города, вопросы были, там, фотографии зданий наших. Кто угадает, где это здание, что было раньше в нем, что сейчас там. Ну, концепция всегда меняется, тематика меняется, и плюс не забываются общеобразовательные предметы. За что мы вам благодарны. Спасибо. Мы очень тоже вам благодарны, всем коллективам «Энергия и удачи». Но хотелось бы вот у вас спросить, как вы считаете, что сейчас не хватает и что необходимо дать детям? Да. У каждого, конечно, свое видение. Но все сойдутся. Вот если телекамер нет, если не фильтровать слова, то реально, что сейчас и всегда необходимо детям, это любовь искренняя. В них заинтересованность. Пусть их надо любить. Всех по отдельности и вместе всех чохом. Вот все. Они вот достойны любви, они перед Всевышним еще никак не провинились. Вот это ангелы. Их надо любить. В чем выразить эту любовь? Ну вот дальше начинаются разночтения или ошибки. Кто-то говорит айфоны, кто-то говорит пусть все, что захочет. Ну, подумав, придерживаться, наверное, многие одного мнения. Это надо дать возможность выбора. А чтобы сделать правильный выбор ребенку, ведь он же еще ребенок, как портянный, он не зревый. Надо давать образование. Надо давать широкое, классическое, академическое образование. Всеобъемлющее, не сегментарное, как сейчас. Я с этим очень не согласен. Здорово. Вот вы в своей организации, да, я много наслышана. И частенько... Бывает, потому что она делает ремонт, поэтому она у вас покупает. А я у вас вообще постоянный гость, на самом деле. Я знаю, что и в своей организации вы применяете такие игровые форматы воспитания ваших сотрудников, да? Ну, какие-то концерты, какие-то конкурсы, да, мероприятия. Даже в одном из пабликов казахстанских, очень популярных, не будем рекламировать, было видео два года назад, что во утро всех сотрудников энергии начинается с гимна Республики Казахстан. Мы это не афишируем, мы этим живем, и на этом и не настаиваем. Ну, так, берите с нас пример. Это для нас абсолютно... Ну, и многие копировали потом все ваши идеи, то есть и пятничные, и воскресные. Копия, она и есть копия. Вот. Да, мы начинаем утром с гимна. И после гимна благодарим друг друга за вот это отношение к гимну. И поздравляем друг у кого-то день рождения или там у нашего контрагента, допустим, какой-то юбилей. Ну, мы это произносим, чтобы, ну, люди хотя бы на вот короткое время были единым организмом. Ну, в головах было что-то одно, какая-то установка, что-то приятное. Корпоративы с применением собственного творчества, а не просто разглядыванием там, после нанятых артистов, собственные праздники какие-то юбилеи. Вот у нас глубокое убеждение. Никто из девушек не родился, чтобы работать менеджером в энергии. Вот никто. Все родились принцессами. Вот прям все. Вау. И все, ну, в дальнейшем королевами. Вот. Ну, каждая, как минимум, актриса. Хорошо или плохо, но каждая имеет право и обязана думать, что она актриса. Где это применение? Всех в театр не возьмут. Здесь, пожалуйста. У нас на предприятии ты актриса. Парни подтягиваются, потому что у нас они вынуждены осознать. Жизнь мужчины – это не только ринг и соперничество, и, так сказать, добывание хлеба насущного или отстаивание своих альфа-устремлений перед женщинами. Нет. Воспитание воспитывает искусство, сцена. Она способствует взверженности, умению владеть языком, чувствовать реплику партнера, реакцию зрителя. И тогда ты не будешь эгоцентричен. Понимаешь? Ты будешь открыт миру и приятен. Вот, Сергей Викторович, говорят, что артистами рождаются. Вы, видимо, родились режиссером либо продюсером, потому что твои постановки гениальны. Даже фраза, которую вы прописываете для меня, для проекта «Энергия и удачи» – «Остановись на красном, не проезжая мимо проспекта». Мы вместе вопросы составляли. Да, 72. И мне задали вопрос за границей. Один из продюсеров, собственно, кто пишет вам. В Праге. Да, в Праге. Это фестиваль был, где мы взяли призовое место, кстати, проекта «Энергия и удачи». Первое. Да, первое. И вот скажите мне, я этот вопрос никогда вам не задавал. Даже когда встречаемся, обсуждаем какие-то детали по проекту. Ну, не знаю, продюсером или артистом. Родили меня 3 килограмма 750 грамм. Вот, 57 сантиметров. Все там, ничего. Но откуда режиссура и бизнес, политические какие-то вещи, где вы активно участвуете и шоу? Просто, ну, наверное, есть одно, неравнодушие, вот вообще ко всем сферам жизни. Неравнодушие, любопытство, вот. Но больше всего я неравнодушен и люблю людей, вот просто людей. Как когда-то Великий Райкин сказал, по-моему, Райкин. Вот есть такая профессия или хобби, вот, людовед и душелюб. Да? Класс. Вот, ну, нравятся мне люди. Вот и все. И поэтому для них не жалко времени. Деньги и все такое остальное прочее, но времени мне на людей не жалко. Вот и все. Они, люди, отвечают добром. Нет, бывает в жизни не без разочарования. Может быть, кто-то разочаруется во мне, допустим, я слишком строг. Или мне приходится разочаровываться, что люди не поняли меня. Но это все такая милость, такая ерунда. И это не норма. Основные люди хороши, как у нас казалось, они говорят, красавчики. Просто надо это разглядеть. А вот все равно у меня вопрос. Та система работы в торговом доме энергия из маленького магазина, который был, если не ошибаюсь, в жилгородке, да? Перерос в огромный-огромный холдинг. И вчера я на Кулсу буквально знал, что у нас будет с вами интервью. На одного блогера, который написал «Учитесь все, актюбинские магазины, как надо работать». И отметил энергию. Инстаграм энергии. Вот почему? Вот фишка в чем? Ну, я понимаю, что секреты вы не расскажете. Нет, нет, секреты я бы и рад рассказать. У вас стабильная люди. Думаешь, мне неохота прийти куда-то, и чтобы было там, ну вот, в кайф находиться? Куда-то, в любую стороннюю организацию. Да, фишки никакой нет. Просто каждая мотивация, почему люди остаются у нас работать, почему они работают. Сказать, большие зарплаты? Да нет. Какие-то особые условия труда? Да нет. Может быть, наш клиент самый выдержанный, воспитанный, деликатный, аристократичный и вообще предупредит? Нет, нормальные все люди. Что внутри, что снаружи. Как бы это сказать? Вот ты говоришь, мы работаем, у нас работают, да? Вот, ну, то есть, какое-то качество работы оценивают у нас. Видишь, произносят, учитесь там, работают. А самое главное, что в людях мы пытаемся объяснить, чтобы работа не становилась для тебя злой мачехой, нужно не просто ее полюбить. Потому что полюбить же можно и насильно, переломав через колено, но и будет, нет, в этом надо жить. Вот смотри, ты принимаешь такой образ жизни, вот здесь вот такие-такие подводные камни. Ну, мы их никуда не денем даже при всем желании. И не заставляем тебя с этим мириться. Потому что это будет через силу. Мы говорим, возлюби это. Другого варианта у нас нет. И этим надо жить. Все, когда ты этим живешь, то люди к тебе приходят, как в гости. Вот это слово клиент, контрагент, ты их вынужден применять. Но вообще-то это должны быть гости. Ну, это и по ментальности в Казахстане просто, ну, так, ближе. Если я сейчас сделаю ошибку, можете меня отругать. Покупатель для вас это гость. Да, конечно. Именно поэтому у нас охранники не проверяют на выходе наших гостей. Не заглядывают в сумки. Покажи человек, что ты купил, давай пересчитаем, сколько у тебя там лежит. Ну, потому что есть презумпция невиновности. Ни пойман, ни вор. Ты не имеешь права ни в чем человека подозревать. И охранник на выходе, он только должен предложить помочь донести, если тебе тяжело до твоей машины. Ну, это же действительно так. Сколько бы я не бывала в вашем магазине, да, в вашем холдинге, энергия, да, всегда любезно предложат донести до машины тяжелые пакеты. Это безусловно. Вот еще хотелось поговорить с вами. Общественная работа у вас тоже немало, да. Вот. Какие вопросы приходится решать для всех активистов? Вы открыли в социальных сетях странички свои. Хотя я знаю, вы всегда против были этого. Так, интересно, послушай. Ну, мое отношение к страничкам в Инстаграм не будет. Попрежно, не грамма не изменилась. Не тот человек. Живое общение для меня лучше. Мне важнее. А вот чем мы занимаемся? Вот чем положено заниматься депутатурой? Взялся в Забушину и говоришь, что он лучше. Ну, в частности, в той группе, в той комиссии, где я состою. Это инфраструктура, это развитие города, социальный объект. Это строительство, это дороги, это транспорт. Это все то, что никогда не будет идеальным, но которому вечно нужно стремиться к этому идеалу. Приходится лотать дыры, приходится что-то догонять и вскакивать на уходящую подножку пользы. Ну, самое тяжелое, неблагодарное, малозаметное при большом объеме работы. Но те избиратели, которые общаются конкретно со мной, если ты лично его проблему решил, он оценит. Поэтому надо, когда ты думаешь обо всем городе, об области и что-то делаешь, это трудно доказать. Но тебе поверят, как человеку, что ты этим занимаешься. Когда ты еще и лично людьми занимаешься, личные их проблемы решаешь, тогда они тебя просто уже знают как личность. И тогда они, ну, звук лак никто не отменял, да? То есть они... Тебя может кто-то обходить, кто тебя не знает. Кто споткнулся об открытии колодец на дороге. Но если рядом окажется тот, который знает тебя лично и знает, как ты выкладываешься добросовестно, он, скажу, так-так, не надо, ты не знаешь, не говори, нормальный человек, что ты работаешь. Ну так. Супер. Сергей Викторович, от всего коллектива нашего проекта «Энергоюдача» мы хотим поблагодарить вас за 15 лет существования, за награды, которые мы получали и будем получать. А Василий Анатольевич... Чего ты не сказал? У тебя больше 20 наград международных по этой передаче. Ну, мы же скромные. Я поздравляю телеканал «Река ТВ». Я поздравляю передачу «Энергоюдача». Весь коллектив, руководство, дай Бог вам здоровья, удачи на долгие годы, возможности, что там, как у вас там, оцифровывать все это, в общем, наворачивать технически ваши возможности по эфиру. Вот. И давайте не забывать друг друга по приятным датам. Спасибо вам огромное. Это прочно. Какой замечательный человек. Мы желаем вам успехов искренне от всей души. Пусть все получается. А энергии, больше энергии и, конечно, благодарных клиентов, гостей. Всего хорошего. Спасибо огромное. Спасибо. Ну, а мы, дорогие друзья, в этой студии встретимся с вами совсем скоро. Всем энергии и побольше хорошего настроения. Вернемся в эту студию после маленькой паузы. Не переключайтесь, друзья. Доброго утра, среды, наши дорогие зрители. Мы продолжаем вместе с очаровательной Машей Максимлюк. Несравненный Дмитрий Шиш и вся наша дружная творческая команда готова будить в высоте внутрь. И быть финансово грамотным сегодня нужно всем. Не обязательно для этого становиться предпринимателем, кстати. Но что даже правильно составлять семейный бюджет без соответствующих знаний уже невозможно. Конечно, мы ведь за коммунальные услуги уже платим через интернет-банкинг. Если еще оказываем услуги, что-то продаем, занимаемся репетиторством и прочее, то уже должны иметь отношение к налоговым органам. И, стало быть, нуждаемся в бухгалтерских услугах. Самые актуальные вопросы начинающих и не только предпринимателей мы каждую неделю обсуждаем с профессионалами, консультантами, нашими постоянными партнерами, руководителями компании «Профсервис». И сегодня вновь в нашей студии директор по развитию Галина Волкова. Галина, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Так, вы сегодня не с пустыми руками. Хотелось бы сказать, с деньгами пришли. Нет, меня пугает надпись «Книга суперсилы». Финансовая, финансовая. Финансовая там еще, да, пометка? Да, мы до этого сейчас дойдем с вами. Сегодня у нас вопрос к вам, как к преподавателям финансовой грамотности. Скажите, обязательно ли его отдавать на курс ребенка? Или все-таки можно научить самим, родители могут научить ребенка, как распоряжаться своими деньгами? Ну, хочу сказать такую одну вещь, что даже если вы отдаете ребенка, как в школу, так и на любой курс, в любом случае вам нужно будет с ребенком дома знания закрепить. То есть родители дают знания. Даже вот я принесла наш курс, да, у нас каждому есть домашнее задание. Допустим, мы с ребенком, если прошли расходы, разобрали, то, соответственно, вы должны уже дома с ребенком на примере своей семьи об этом поговорить. То есть все, что дается, какие-то знания, это все примерно. И без вашей помощи ребенок никогда не разберется, потому что все-таки родители – это пример для своего ребенка. Ну, конечно, если родители транжира, как Дима Шиш, да, то и ребенок будет транжира, как Дима Шиш, да, правильно? Все-таки есть такие замечательные курсы, где, возможно, в перспективе ребенок будет учить Диму Шиш, как распоряжаться ребенком. А вот скажи, Маша, твой сыночек тебе как преподносит? Мама, я собираю деньги, либо... Он очень любит копить деньги, да, и он, безусловно, печется о том, чтобы я не тратила лишние деньги в магазине. На пудру, например. Кстати, скоро... На свои игрушки, да. Думаю проект у Марии, так что следите за новостями. Продолжим беседу. Так, ну что, на самом деле, вот так же нужно, чтобы воспитать все-таки, нужно или нет, вот финансовая грамотность ребенка, да, это необходимо, или все-таки может быть деткам рано. Я дома, кстати, говорила на эту тему, и как-то реакция была неоднозначная. Мол, у ребенка должно быть детство, а в каких деньгах он будет думать? Ну, скажу такую вещь, что самое первое, что воспитывает в ребенке финансовая грамотность, это пример родителей. Даже дело не в том, что там транжира родители или нет транжира, да, а дело в том, что вы даже вот ходите, когда в магазин, можно ребенку объяснять, что вы покупаете и почему вы покупаете, да, почему именно этот продукт, да, допустим, если у вас... Потому что он со скидкой. Ну, не всегда же. По акции, да. Да, но почему мы берем по акции, да, то есть ребенку интересно. Не бойтесь с ним обсуждать, допустим, у нас многие детки приходят, и они не знают, что такое комуслуги, они не знают, что, оказывается, есть такая вещь, что мы платим за канализацию, и они считают, что вывоз мусором они оплачивают родители, это Акимат должен оказывать бесплатно мусор, дети так думают. Вот, поэтому рассказывайте им, показывайте, допустим, те же счетчики, да, отопление и так далее, там, что у вас есть, как электроэнергия, то есть это все в детях воспитывает понимание того, что если они видят счетчик, как он крутится, да, можно даже что-то ему включить, он понимает, что быстрее крутится счетчик, значит, быстрее крутятся деньги. Вот такой момент. Свет за собой нужно везде выключать. Да, да. Ну, слушай, я отдаю своего ребенка. Экономично. А вот игра монополия, что она дает? А вообще, да, это тоже один из способов развития в ребенке финансовую грамотность, это с ним играть, то есть монополия есть классическая, есть вот такие, где делаются, допустим, ставки, есть всякие интересные дневники, которые можно вести, и ребенку будет очень интересно. Этого сейчас очень много, купить можно разных бизнес-игр, то есть когда вы играете с ребенком, вы прорабатываете с ним какие-то ситуации, то есть самое важное понимать, что это ребенок, и что он в любом случае где-то ошибется. И не нужно его за это ругать. То есть, как говорится, если у вас ребенок протирает стол, да, надо заметить не там, где он крошки оставил, а там, где он чисто вытер. А вот стоит ли давать детям деньги за хорошие оценки, за какие-то достижения на кружках дополнительных? Я знаю, что это очень практикуется. Сейчас убрался ребенок, а надо денежку дать. Хорошо. А ребенок вам дает денежку за то, чтобы ему котлетки пожарили, допустим? Вот мы тоже детей спрашиваем, справедливо ли у родителей просить деньги за оценки? Они говорят, ну да. Я говорю, ну тогда, значит, мама, ты должен маме из этих денег за каждую котлетку платить. Он говорит, а почему я должен? Это мамина обязанность меня кормить. Вот так и твоя обязанность учиться. Ну, каждый родитель, конечно, решает сам для себя, но мы бы не советовали, потому что если ребенку давать за то, что он за собой убирает или моет посуду деньги, рискуете вырастить просто человека, который ничего не будет делать бесплатно. То есть, ну, со временем поймет, что за все можно поиметь деньги. С одной стороны, это хорошо, но с другой стороны, все-таки в дальнейшем, где-то в семье это может не очень хорошо сказать. Курс был начат компанией Профсервис в школе Ракета Медиа Продакшн. И у вас, я знаю, есть свое пособие. Расскажите о нем. Своя программа, разработанная на несколько месяцев для детей. Да, вообще есть вот таких пять книг. Они идут от простого к сложному. А вот если не посещать курсы, можно ее где-то приобрести? Нет, к сожалению, нет, потому что по этой книге заниматься самостоятельно довольно сложно. Здесь, в принципе, общая информация, чтобы ребенку было интересно. Здесь у нас тезисно есть какая-то информация, есть какие-то задания, чтобы ребенок мог поработать. То есть, мы начинаем с простого, да, мы обсуждаем, что такое деньги, когда они появились, как с деньгами разбираться, что такое банки, когда появились. И заканчиваем уже, мы создаем свой мини-бизнес-план. То есть, мы открываем ларек с мороженым, потом его расширяем, масштабируем бизнес, проводим эксперименты. То есть, детям это довольно интересно. Я знаю, даже у вас есть магазин, где дети за определенные деньги могут что-то приобрести. Да, все верно. Канцелярские товары, например. Да, за каждое домашнее задание, выполненное качественно и правильно, они получают, вот у них есть специальные сберегательные книжки специальные, они получают деньги, и потом что-то могут приобрести в магазине. Но здесь смысл даже не в том, в магазине все очень дорого, я скажу, но смысл не в том, чтобы дать им деньги за то, что они сделали домашнее задание, а в том, чтобы объяснить им, соответственно, они когда первый раз получают деньги, они начинают покупать все самое дешевое. Печеньку какую-то там, а потом через время они понимают, что они раз печеньку купили, два печеньку купили, как печеньку съели и все. А там же есть классные вещи, но они стоят дорого и надо подкопить. Вот немножечко приходит к ним это понимание. Супер. А Галина, с какого возраста можно посещать курсы по финансовой грамотности от профсервис? Вообще мы рекомендуем с 8-9 лет, но у нас есть детки, которые и с 7 лет посещают. То есть если ребенок понимает простые, да, такие вещи, как деление и умножение отнять, прибавить, то уже можно посещать. Здорово. И все это можно узнать на странице профсервис, либо позвонить вам также в офис. Да, все верно. А до какого возраста, Галина? Вообще мы до 14-15 лет, потом мы уже просто старшими. То есть 15 лет интересно еще? 15 лет интересно у нас сейчас. А вот если Мария захочет полностью вести сама свой бизнес, вы можете ее обучить? Я могу на ваши курсы записаться? Выставлять, например, электронный счет фактуры, сейчас это очень актуально. Или я вот допустим, ну конечно время, я не знаю, наверное в ноутбуке машине буду делать. Это первое что, зачем вам это извинять за выражение геморроя, когда вы можете обратиться к специалисту. Просто вы будете тратить кучу уйма времени на это. Но вообще, на самом деле, на данный момент мы уже сосели это обсуждали, у нас готовится курс именно для ИП. Там мы будем говорить о бизнес-планировании, о том, как делать бизнес-план, как найти свой сектор экономики и как вообще вести в общем и целом, чтобы предприниматель понимал, что такое бухгалтерия, что он должен требовать от своего бухгалтера. Потому что на сегодняшний день, вот сейчас по сдаче отчетности мы понимаем, что многие вообще не понимают, как это происходит. Но были деньги, классно, потратили, отдохнули. А денег нет, что делать, как бы налоги платить. Ну, у нас люди сейчас, да, считают, что если мораторий, то в принципе можно ничего не делать, будет же мораторий. Но, как бы, в любом случае, незнание законов вас не освобождает от ответственности. Несмотря на то, что мораторий, никто не освобождал от сдачи налоговой отчетности и от правильной сдачи налоговой отчетности. Спасибо, профсервис, что вы с нами и что всегда информируете наших зрителей и пользователей социальных сетей. Галина Волкова сегодня была в Новом Утре, а мы, дорогие друзья, хотим поделиться с вами еще полезной информацией. Не за горами март месяц, где приобрести подарки для наших любимых красивых дам и также подарки к Наурызу. И куда лучше отправить своего маленького ребеночка в какой детский садик? Об этом чуть позже. Да, безусловно, все эти вопросы мы поднимем, дорогие друзья, и расскажем. Помните, что мы не делаем рекламу, мы рекомендуем лучших. Поэтому новый день, начинайте с лучших. Мы вернемся в эту студию после маленькой паузы. Не переключайтесь, друзья. Мы вам обещали рассказать, куда устроить своего ребенка в детский садик. Заниматься с детьми, развивать их, давать направление в жизни, конечно, главная забота родителей. Но одного семейного общения мало. Чтобы стать полноценными членами общества, дети должны общаться со сверстниками и с педагогами, воспитателями, людьми, которые знают методики образования и воспитания в том числе. Поэтому важно правильно выбрать детский сад, такой как Эники-Беники. Туда принимают малышей от года двух месяцев до шести лет. В списке занятий английский язык, гимнастика, танцы, тэквондо – все для всестороннего развития детей. Звоните по телефону или пишите в WhatsApp 8-778-00-919-00. И пора уже задуматься о подарках на 8 марта. Оно не за горами. А потом и на Урыс – любимый праздник всех казахстанцев. В Эктубе немало магазинов, где выбор самый разнообразный и интересный. Но если говорить о соотношении цены и качества, то называем адрес Туркеви. Турецкая мебель – отличный текстиль и предметы для украшения интерьера всегда в ассортименте магазина Туркеви. Можно подобрать комплекты мебели для гостиной, кухни или спальни в классическом стиле или ретро. А если достаточно одного дивана, то продавцы-консультанты помогут подобрать его к другой мебели в вашей комнате. Адрес магазина Туркеви, проспект Синьки, Байбатыра, 24. Телефон для справок – плюс 7, 778, 505, 0676. Также записывайте – плюс 7, 775, 332, 34, 07. Ну что ж, дорогие друзья, середина недели. Сегодня среда, уже 16 февраля, скоро и весна. Мы благодарим, что это время вы провели с нами в одной компании. Собирайтесь на работу в отличном настроении. Ну а если отдыхаете, продолжайте смотреть РИКО ТВ. Для вас сегодня работали мы, очаровательная Маша Максимовна. Несравненный Дмитрий Шиш, наша дружная творческая команда, желает вам хорошего дня, друзья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова